Привет, друзья! Вы на канале Классная Рыбалка с Алексом. И сегодня у нас будет обзор промоины с Азовского моря в Молочный Лиман. Данная промоина находится между косами Перемоина и косами Степановская коса. Съемка будет производиться с нескольких высот. Это высоты 20-30 метров и высоты порядка 150-100 и 150 метров. Также в утреннее, вечернее и дневное время. В данный момент утро и дрон залетает со стороны Степановской косы. На горизонте мы видим Кирилловку и, собственно говоря, сама промоина. То, что возвели строители и то, что сейчас соединяет Молочный Лиман и Азовское море. Кстати, уже видно, даже сейчас достаточно много намытого песка. Напомню, промоине всего несколько месяцев. И она уже потихонечку начинает замываться песочком. Значит, промоина имеет достаточно серьезное значение в рыболовном промысле. То есть она для соединения Молочного Лимана и Азовского моря. И для наполнения Молочного Лимана солеными водами. Также туда на нерест заходит пеленгаз. И молоть пеленгаза в последствии в Молочном Лимане отъедается. Кстати, сейчас день и хорошо видно в прибрежной зоне, как вы можете обратить внимание, по центру картинки чуть левее от так называемых бун намыто песка. Это вот тот случай, когда уже явно и четко видно, что начинает замуливаться сама промоина. Хотя, насколько мне известно, строители давали гарантию в 20 лет на то, что промоина не будет засыпана песком, не замулится, не заилиться. Ничего этого не произойдет. Но время все покажет. На горизонте сейчас хорошо видно Молочный Лиман и саму протоку, саму промоину. По вот этой промоине рыба заходит в Молочный Лиман, происходит там нерест, отъедается молоть и впоследствии возвращается. Сейчас видно рекординационную зону Молочного Лимана. И по центру, ребята, обратите внимание, такое вот соленое озерцо слева сейчас. Обращаю ваше внимание, оно будет очень полезно для рыбаков, для любителей ловли пеленгаса и кефалия. Особое внимание обращаю на это озеро. Еще отдельно буду делать видео по этому озерцу, так что подписывайтесь на канал, будьте в курсе всех событий о рыбалке. Буду подробнейшим образом освещать Степановскую косу и Молочный Лиман, а также где можно намыть червяний рейс. В данный момент съемка происходит с высоты порядка 150 метров. Дрон летит в направлении Молочного Лимана и внизу мы видим вот эту вот протоку. И, собственно говоря, мель Молочного Лимана. Глубины здесь относительно небольшие, там буквально по колено. Видно, как строители размывали песок, откачивали песок, углубляли и расширяли саму промойну. За счет этого удалось добиться наполнения Молочного Лимана водой, так как была достаточно большая проблема в повышении солености, уровня солености воды, в отсутствии морской воды в Лимане. Ну, в общем, эти все проблемы благодаря рыбакам и спонсорам удалось решить. В самом начале данной протоки стоит камень-постамент в благодарность тем рыбакам, которые участвовали и тем людям, которые участвовали в финансировании строительства данной промойны. Непосредственно для рыбаков данная промойна обладает определенным интересом, так как именно через нее проходят на нерест, и не только на нерест, на откорм стаи пеленгаса и кефали. Поэтому все желающие вокруг промойны, рыбаки, местные рыбаки, приезжие рыбаки, рыбаки Запорожской и Херсонской области, да и чего там только с этих областей, фактически со всей Украины приезжают сюда половить пеленгаса. Лично мне за несколько дней рыбалки крупный пеленгас не попадался, но небольшие экземплярчики размером от 500 грамм до килограмма, ну, клюют достаточно регулярно. Особое внимание следует обратить именно на буны. На бунах здесь чуть ли не очередь, чуть ли не места там занимаются. На несколько суток люди приезжают и постоянно там находятся, постоянно ведут ловлю. Вот этих конкретно мест, которые сейчас вот с камня насыпаны, которые видно в объектив. В данный момент уже съемки происходят в вечернее время. Видно, что поднялось большое количество глины. Кстати, берег здесь не везде песчаный. Буквально идет полоса 10-15 метров от берега песка, а дальше уже в глубину, вот влево в море уходит глина. И во время волнения, шторма, вся эта глина подымается и ловить не представляется возможным. Приходится делать забросы, скажу так, от 120 до 150 метров. Море здесь мелкое, для ловли пеленгаса не совсем удобное. То есть потребуется, опять-таки, не совсем удобное по сравнению с некоторыми другими местами, например, с арбатской стрелкой. То есть здесь приходится делать забросы на расстоянии 120-150 метров. То есть на сверхдальние дистанции. Но непосредственно рядом с камнями, рядом с бунами можно достаточно удачно половить рыбу. Так что, друзья, если вам понравилось данный видос, подписывайтесь на канал, ставьте класс, оставляйте свои комментарии, делитесь в социальных сетях в фейсбуке. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok